здравствуйте мне всегда казалось что художники люди не такие как все остальные и дело не только в том что им даровано умение изображать прекрасное на холсте в глине или еще в каких-то материалах дело в том что они видят мир не такими как мы глазами и самое главное что они умеют это свое видение передать обычному зрителю вот о таких людях мастерах художественного творчества и пойдет сегодня речь что можно сделать из овечьей шерсти как правило на этот вопрос отвечают связать носки варежки или в более праздничном случае свитер но вот волшебных руках мастера обычная овечьей шерсть может стать картиной картины изображающий какой-то пейзаж натюрморт человека или растения и и вот сегодня мы хотим познакомить вас с мастером который умеет превращать шерсть вот в такие высоко художественные работы и имя этого человека светлана шалунова светлана ивановна работа с войлоком как я понимаю это имеет национальные казахские корни вот от этого отталкивались ну наверное от этого дело в том что вот и со школы начинала когда я преподавать сама же осваивала эту технику в школе конечно мы начали с изучение народных традиций как они делали все потом но это же много лет прошло а потом уже я узнала что оказывается эта техника довольно востребована и во всем мире выставки изделий не то что не только изделий изделие это число ремеслено а художественные выставки волок а художественного излака и во всем мире проводится вот и начали работать потихонечку и с детьми и сама потом творчески прикипела осваивая технику и испробуя какие-то моменты уже надеть их но потом дома мне трудно представить что вот такие яркие красочные полотна можно сделать из клочка шерсти с помощью иглы это же не просто игла я говорю иголка это наша кисточка кара шерсть это наши красочки все забивала это делать так легко берешь толстый поролон чтобы игла не ломалась иголочка со специальными зазубринками чтобы шерсть туда насквозь пробивать все рисунок сделал и пробиваешь тем более сейчас волосок волоску но используя свои творческие навыки в живописи сейчас очень много продается разной красивой крашеной шерсти войлочная основа пожалуйста выбирай любую делать что хочешь легко говорить но я а делать вообще легко я себе трудно представляю а вот эти вот переходы цветов оттенков как живописи накладываешь шерсть берешь закончик шерсть схватил другую поменял все вот как шерсть смешивается в нет в живописи не все цвета можно друг друга мешать может грязь получиться а здесь почти все потому что шерсть никогда грязи не дает один свет просвечивает другой свет и получается такой многозолосие симфония цвета эффект акварели получается да 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 лессировки если брать истинное так сказать народное прикладное творчество там ведь в основном орнаментальный рисунок вот знаменитые рога барана вот для украшения юрты предположим для изготовления ковра настенного или напольного а ваши работы теперь уже не назвать чисто традиционные но и все-таки где-то я использую орнамент в своих работах именно орнамент вот сейчас вот это триптих шинарак два триптиха шинарака я использовала именно вот эти моменты для оформления юрты показать творческую картину именно в юрте сейчас еще одна работа у меня готовится ну а уже готовы надо забрать это колыбельная здесь была выставка ковров очень интересно и я подумал что на основе ковра может тоже что-то сделать настолько была выставка интересно красиво эти ковры ручной работы идея созрела сделать колыбельную вот такая так называется колыбельная мама сидит бесик качает и вот и все это она на ковре на фоне ковра тоже очень интересно использование казахского орнамента до любого орнамента если с умом его использовать конечно дает свой интересный эффект в ваших работах по войлоку присутствует вот только национальные мотивы нет нет конечно я работаю это в общем-то разноплана вот гранатовое дерево например это просто восток вот что-то такое восточное именно и от орнамента и от этих минаре это вот эти форму я сохраняла потом я делала интересный натюрморт воплотить как в этой технике чисто живописный пейзажи сделать и какие-то творческие работы вот как эльфики такие вот маленькие небольшие а потом у меня серия работ но но я буду показывать уже показывала на экспо казахский народный спорт тоже как дерево такое интересное древо идет форма древа в круге к то есть в круге я сделаю изображение а древы это древо национальных традиций такой вот дик там уже немножко такой сочетание живописи и декоративного преимущества ну короче вот такие разноплановые так давайте перебратишься к истокам ведь на я начинали вы не свой лук и живописи вы по образованию нового профиля художник я уральское училище прикладного искусства закончила приехали приехали сюда с мужем с александром петровичем работали тогда казахский наш густанецкий фонд художественный был вот и работали мы тоже начинали разнопланов начиная от оформительской простой работы это с графитом а номентальная работа мозаика вид росписи витражи ну я непосредственно стекла не резала резали другие мое дело сделать эскиз и картон подготовка вот такого плана а потом уже когда пришлось когда советский союз развалился и наш фонд развалился не заказов ничего больше времени стали живописи уделять оказывается нет худа без добра если нет заказов денег зато творческий можно больше работать на выставках участвовать но я помню некоторые ваши живописные работы а вот к войлоку вы перешли когда да наверно только с 12 года 2012 то есть не так давно не так давно да но 12 11 год вот мы непосредственно начали небольшие такие эксперименты и все и мне понравилось эта техника заслонила все или живописи баллы нет я думаю час работаю периодически и кто их и живопись не бросаю и здесь в этой технике сейчас вот купила опять основу шерсть есть и хочу еще что-то сделать такое интересное да я хочу посвятить что-то поскольку корни то татарские что-то надо для татар сделать это я писала им подарила татарка татарника работа называется живописная катара башки чтобы центру вот но войлоке для себя я все-таки поменьше варианта сделала на высоту думаю ну а теперь вот надо что-то такое вот сделать ну подумаю подумаю об этом я подумаю потом чуть-чуть попозже ясно но ведь вы не только так сказать художник который творит но я не знаю для кого-то вот это творит художник для себя или для людей что прежде наверное одинаково то что приносит работаешь для людей приносит им радость когда видишь что работа нравится и мне нравится я уже не могу не работать не надо обязательно каждый день что-то делать работать обязательно или как сын говорит ну хватит тыкать мам ты давай хоть подпиши вас а вы можете вот работая над полотном сразу предугадать понравится она зрителю или или будут какие-то критические замечания то что-то я критики не слышала по моему всем нравится я так от скромности конечно не умру но если меня нравится я стараюсь уже делать ту работу чтобы нравилось вот глядя на эти работы что меня поражает ведь с расстояния нескольких метров ни за что не догадаешься что это войлок ну такая вот живописная техника оказывается шерсть это очень живописная работа что делают работы много в этом мы пробовали и объемные работки делать вот такая мини скульптурки в школе детям начинались птичек на веточках объемные валяли показывали последний год вот даже перед онлайн когда нас посадили на онлайн мы делали такие скульптурные небольшие композиции чисто из войлока ну там со своими наворотами но получилось интересно дети работали с интересом то есть я же говорю это настолько универсальная техника было бы желание а можно и идеи можно очень много интереса продумать что мне больше всего нравится вот в вашем творчестве вашей работе это то что вы стараетесь передать свое мастерство вот тем кто еще художником не называется но может быть в будущем переплюнет и своего учителя я говорю о детях я занимаются в художественной школе я очень всей душой радуюсь когда дети хорошие работы делают вот прошлом году лишь говорю я выпустила два четвертых класса и онлайн несмотря на онлайн все-таки у нас почти и работа были и маслом акрилом но большая часть войлоки я их все-таки убедила и неплохо получились данном случае вот сейчас на этой выставке есть их работы и дети работают с удовольствием в этой технике им интересно показать свои творческие возможности ребята эта техника чем еще хороша но что-то не получилось взял выщипнул и все и по новой набивай исправлять ошибки очень тишь легко немаловажный фактор для детей и пэта подарок как вы легко об этом говорите но вот мне трудно представить хочу трудно легко ну дай бог чтобы вот эти работы и те которые у вас еще так сказать в стадии полуготовности но нашли своих поклонников среди зрителей спасибо большое я думаю что таковые найдутся и значительном количестве я думаю на следующий год мы все-таки поставим вы сделаем персональную выставку юбилейную и покажем зрителям все свои новые работы те которые они видели и те которые они еще не видели светлана иванова а вот теперь немножко другой вопрос я так думаю что вы и ваш супруг покойный сыграли немалую роль в том что и ваше дитя тоже пошло по стопам родителей дмитрий александрович да оказывается да и понравилось ему работать с детьми работой с детьми с удовольствием любит детей всей душой переживает что своих детей нет зато всех детей любит и за каждого ребенка он знает кто чем дышит и и даже чем болеет у нас директор тоже дмитрий александрович откуда вы все знаете ну как если ребенка нет что надо узнать почему как что-то помочь но это же нам повезло в этом отношении но и творческом конечно мастерской вместе работали с измельства в мастерских рядом с вами находился ты родился я в семье художников отец художник мать художник и начиная с детского сада постоянно я бегал по мастерским среди художников то к одному мастерскую заглянишь что другому не говорят про своих вот оттуда все постепенно постепенно пошло нравилось рисовать да потому что остальное мне ничего не нравилось ну поэтому как это так вот привык родители ни разу не настаивали вообще очень удивились что я вообще решил стать художником потому что как они помнили никаких талантов у меня никогда не было и как-то вот непонятно откуда чего появилась как того так вот но это уже практически после школы началось и уже конкретно оформилась уже после армии пески училища закончил так-то я практически самоучкой работал потом тоже корочки ну какой пятого разряда по хохломской росписи потом я начал вот иконы рисовать после икон я перешел на палях потом уже сюда переехал здесь закончил институт то есть поступал я в институт закончил я университет экстерном за за полтора года по-моему я все с тех пор как сюда переехал и постоянно вот выставках участвую вот от картинной галереи вот в актау было в одиннадцатом году отправляли от кустана я вот один и выиграл диплом международного конкурса прикладного искусства там страны каспия участвовали иран россии и азербайджан начал думать вот как вот совместить палехский стиль то есть росписи с азиатским более округлым какими-то мотивами и вот как-то вот так вот постепенно постепенно начало вот это работать вот кстати вот битва которая в степи там вот это вот там конница воюет это была моя дипломная работа там еще сушлик на них снаружи на всех смотрит и вот такой вот он вроде как и палех но одновременно такой более-менее округлый такая азиатская роспись потому что палех более граненый более иконописный ну можно по иконам посмотреть потому шат иконописи произошел в девяностых я графикой занимался там вот в основном такой таким сюрреализмом ну что-то мне потом стало как-то скучно да и цвета такие мрачные черный белый белый черный как-то отошел я от этого не как-то больше оказывается лучше рисовать что-нибудь позитивное чем мы свои какие-то неприятности на бумагу в плеске сам рисуешь что-то такое позитивное хорошая и самого и настроение улучшается ну и мне кажется и здоровье от этого тоже зависит чем хуже думаешь тем хуже у тебя здоровье в вашем творчестве есть немалая часть матрешек ну да а вот ну такое бытует мнение что матрешки это не уровень высокого полета что это народные промыслы старые вот подтвердить или оправдать ну это смотря как как их делать как любому делу относиться ну во первых у меня не классические матрешки они у меня все портретные костюмные с выражением лица там если допустим национальные костюмы там подлинные там орнамент или там подлинные там аксессуары больше нравится когда рисуешь когда у вещи есть объем то есть те же шкатулки те же матрешки на плоскости немножко уже память не очень поменьше нравится вот допустим вот один из самых первых тоже вот я кустанай со стороны затаболовки вот нарисовал вот это кольцо с руками большой маленький мост вот музей акимат главпочтамт вон наша картинная галерея от автовокзал он же что смог то нарисовал церковь мечеть начинал я с хохломы потом есть такая кудрица не изучал и самостоятельно конечно то есть потом я из холомы перешел там на полях вернее не сначала на и на иконы то есть я делал списке икон один в один вот к особенно который у нас до 17 века после иконописи по плавно откуда кстати пошел полях я перешел на полях то есть уже там и на подносах и так далее вот а сюда уже когда переехал начал разрабатывать уже свой стиль то есть у нас должно быть такой вот свой собственный он вроде полях но вроде не парик потому что не на черном цвете не на черном не в черных тонах но все-таки такой яркий свой собственный такой полях полуазианский ну а потом уже постепенно после шкатулок ну мне мать подсказала можно перейти уже почему матрешки не расписать тоже не в обычном стиле а свой собственный придумать то есть уже с портретным сходством если надо матрешки у вас есть будем так говорить с восточными лицами конечно не туда отдельно у меня 7 батыров 7 аки а кынов там ну и так далее зам очень много есть отдельно вот выпивающий кумыс есть у меня татары есть у меня немцы есть у меня русские украинцы то есть такие вот прямо наборчики вот их каждый расписываешь там обязательно надо чтобы все-таки портретное сходство чтобы не просто привитивно раз два три а там национальный костюм узор там если надо там оружие какой-то там музыкальный инструмент у этих а кынов так что так вот все где эти работы сейчас ну сейчас они у меня дома находятся иногда по выставкам отправляем вот они у меня но без меня объехали практически всю республику во всех городах на выставках поучаствовали в столицах там единственное что удобно если эти матрешки шкатулки если одни отдельно матрешки можно просто взять коробку из-под обуви и они друг на друга складываются и вся выставка в этой коробочке а вот не жалко будет расстаться вот со своими детьми будем так называть эти работы если кто-то пожелает приобрести в личную собственность ну вообще-то меня столько на них времени уходит что это я делаю в принципе только на выставку и только для себя расставаться неохота пусть они у самой покажут сейчас вот так сказать от собственного творчества вы переключились на педагогическую деятельность ну да в принципе просто ну не остается немножко этой деятельности и времени на собственно на свое творчество буквально с утра до вечера или дети 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 и родители а руки-то просится вернуться к тому что вообще-то да и особенно когда-нибудь тихий кабинетик тишина закрыться и работать работать чтобы никто не отвлекал но вот сейчас мы находимся рядом с витриной которые как раз работы ваших учеников да это вот у нас прошлогодний четвертый класс у нас был вот у нас прикладное искусство есть у нас такой предмет раз он идет у нас полугодие то есть две последние четверти каждый на выбор декорировал и расписал свою старелку включая там у нас есть точечная такая вот у нас живопись есть у нас инкрустации тут раковины есть стразы то есть такие камешки есть у нас вот такой почти как современное искусство вот у меня миндалина айдана да вот третье место по республике в прошлом году заняла вот на на всякий выбор это еще не все что мы принесли что мы могли принести там у нас огромное количество в хранилище в школе художественной еще находится но детям художественной школе всем нравится вот именно такая область творчества или очень нравится именно потому что она у нас разительно немножко отличается от обычных которых у нас академических задач то есть постановка натюрборд гипс или рисунок фигуры человека здесь просто ребенку фантазия есть где разгуляться больше возможностей для самовыражения никто мне не указывает что им надо чуть-чуть иногда посоветуешь где-то что-то усилить где-то что-то добавить целиком эскизы переводят эскизы потом начинают работать абсолютно сами вот есть такая фраза учитель воспитая ученика что было у кого потом учиться есть такие кто подают надежда что переплюнуть своих людей вот у нас онлайн когда было обучение мы же как виде уроки и свои собственные рисунки и вот сап его высылали тут у меня понтилизм особенно у нас несколько есть такие ученицы которые нарисовали лучше чем я просто я-то рисую мне надо побыстрее для съемок они сидят дома упорно сами вот без присмотра без каждого этого самого прекрасно поработали у дмитрия шелунова как и у его мамы есть талантливые последователи их ученики и это очень здорово это значит что плеяда мастеров художественного творчества в нашем городе не прекратится и мы сможем и впредь наблюдать замечательные творения их рук до новых встреч в эфире и Субтитры подогнал «Симон»